Безопаснее. На Кубани завершено расследование зверского убийства 12 человек в станице Кущевской осенью 2010 года. Материалы дела почти 500 томов направлены в суд, где его рассмотрят присяжные. Об этом попросили четверо обвиняемых. Всего на скамью подсудимых сядут 6 участников банды, включая лидера преступной группировки Сергея Цапка. Как сообщили в следственном комитете, на их счету около двух десятков особо тяжких преступлений, большинство из которых убийства. О выводах следствия по одному из самых резонансных дел последнего времени наш обозреватель Илья Канавин. Банду Цапка будут судить. О сборе, незаконное лишение свободы, изнасилование, убийство – это не полный перечень обвинений, которые предъявляет следствие. Десять с лишним лет Сергей Цапок держал в страхе станицу Кущевскую. Никто из 30 тысяч жителей не мог противостоять наглости и маниакальной жестокости преступников. Приезжали, забирали вещам. Их отвозили в свое хозяйство, и там они работали на полях. Бесплатная рабочая чила. И если кто-нибудь сопротивлялся, избивали. А девчонок ночевали. Годами ни одно из происшествий, которое могло быть связано с именем Сергея Цапка или его родственников, не расследовалось. Даже убийство. Главы района в 2002-м потом расстрел фермеров Богачевых, отца и сына. Когда на пороге собственного дома зарезали бизнесмена Анатолия Смольникова, виновных тоже не нашлось. И все это не в миллионном мегаполисе, в станице, где каждый знает каждого. В ноябре 2010-го года в станице Кущевской Сергей Цапок совместно с другими участниками преступной группы совершил жестокое убийство 12 человек семьи фермера Аметова и их гостей, в том числе трех малолетних детей. Резня в Кущевской взорвала общественность и стала началом конца карьеры банды Цапка. Некоторые местные сотрудники органов внутренних дел лишились должностей, в том числе начальнику ВД, указом президента. Расследование в основном вели следователи Центрального аппарата Следственного комитета. Было проведено более двух тысяч допросов, более пятидесяти осмотров мест происшествий и местности, более восьмидесяти проверок показаний на месте, а также более шестисот судебных экспертиз. Осмотрены более восьми тысяч предметов и документов, получены 70 образцов для сравнительного исследования и даны более двухсот пятидесяти поручения органам дознания. Материалы уголовного дела составляют четыреста семьдесят семь томов. Двое из банды Быков и Рябцев уже приговорены к двадцати годам заключения. Они сотрудничали со следствием и много что рассказали о том, как были распределены роли, как часто и зачем Цапог ходил к высокопоставленным покровителям. И еще два члена банды, Иванов и Карпенко, покончили с собой, пока сидели под стражей во время следствия. Вообще бандиты после преступления разбежались. Их вылавливали и в Северной Осетии, и в Ростовской области, и на Украине. Вскоре на скамью подсудимых сядут шестеро, в том числе дядя Сергея Цапка Николай и бывший депутат Вячеслав Цеповяз. Судебное разбирательство будет долгим, материалов много. Возможно, не вся группировка обезврежена, но в Следственном комитете уверяют, что для безопасности участников процесса и свидетелей будет сделано все. Илья Канавин, Вести.